И о помощи гуманитарной и военной для Украины поговорим детальнее с представителем Госдепартамента США Андреа Каллан в нашем эфире. Андреа, здравствуйте. Добрый день. Андреа, накануне заместителя госсекретаря США Виктория Нулан заявила, что президент США Джо Байден попросил у Конгресса 37 миллиардов долларов для Украины, не только для того, чтобы страна пережила испытания войной, но и чтобы российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение. Расскажите, пожалуйста, об этой помощи. Что она может включать? О военной помощи? Ну, сейчас мы видим, что нужна система ПВО. Вот это в первую очередь. Ну, тоже, например, США передали тысячи ракетных оружий, комплект «Стингер». Также вот эти комплекты «Нейсэмс», которые очень успешно используют уже в Украине. Вот дополнительная система «Нейсэмс». И тоже есть ПВО «Авенджер». Так что есть вот разные виды, чтобы защищать от ракетных ударов и чтобы помочь в контур наступлении, чтобы Украина могла бы вернуть свою территориальную целостность. Гостар Блинкен говорил об этом тоже на этой неделе в Бухаресте, что крайне важно не только помощь, чтобы восстановить электросистему, но тоже, чтобы Украина могла бы защищать себя на поле боя. Андрей, ну вот на этой неделе вы уже вспомнили, в Бухаресте проходил саммит глав МИД стран НАТО. В частности, Украину представлял и Дмитрий Кулеба. Там он также много говорил о необходимой помощи для Украины. И в частности, как вы уже сказали, о средствах ПВО. Много говорил о системе «Патриот». В целом, что вы можете сказать о событии, которое произошло на этой неделе в Бухаресте? Ну, в Бухаресте был очень насыщенный график, много встреч. Так хорошо, что министр Кулеба был на этой встрече и мог сидеть за столом не только с госсектором Блинкеном, с кем у него была двухсторонная встреча, но тоже со всеми министрами стран НАТО, чтобы действительно сказать, что нужно, какие нужды есть в Украине. И вот самое важное из этой встречи было то, что НАТО единый, альянс очень сильный. И мы показывали Путину, что его попытки уничтожить Украину, видно, не работают и не будут работать. И что Запад единый, чтобы помочь Украине в будущем. Сейчас идет встреча ОБСЕ в Польше. И как раз зам госсекретаря Нуланд говорит с другими представителями из стран ОБСЕ, как можно поддерживать Украину со стороны, ну, это гуманитарная помощь, и чтобы поддерживать демократические инициативы в Украине. И так же много говорили об Украине в Вашингтоне вчера, когда Макрон встретился с президентом Байденом. Да, вот Андрея, позвольте задать вопрос. Я процитирую, наверное, президента Джо Байдена. Он накануне выразил мысль, что если Путин выведет свои войска из Украины и захочет искать пути решения и выхода из этой войны, то президент США в консультации с его друзьями из Франции и НАТО будут готовы сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет и что у него на уме. В Кремле уже сегодня появилась реакция, там заявили, что войска выводить не будут, их так называемая спецоперация продолжается, но Путин якобы всегда открыт к переговорам. Андрея, скажите, что вы думаете о таком новом ответе Москвы? Ну, не знаю, как быть готова к переговорам, когда Россия ведет такую агрессию против Украины. Как президент Байден говорил часто и продолжает говорить каждый раз, ничего об Украине без Украины. Так что всегда президент Зеленский сказал, что именно только можно положить конец этой войне через дипломатии. Но мы не видим, что Путин готов к этому и наоборот показывает просто усилование агрессии против Украины. Так что пока он не готов, Запад будет помочь Украине защищать себя на поле боя, чтобы занимать самую хорошую позицию на поле боя, чтобы потом, когда будет время сидеть за столом переговоров, у Украины будет самая сильная позиция. Андрея, ну вы вспомнили уже события, которые сейчас происходят в польском Лодзе. Там происходит это заседание Совета министров ОБСЕ. И много говорят вновь о поддержке Украины. Впервые на этом заседании стоит отметить нет российской делегации. Лаврову просто не выдали и не получил он визу. И опять же, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ОБСЕ находится на пути в ад, потому что Россия злоупотребляет ее правилами и принципами. Поэтому украинский министр призывает исключить Россию из состава ОБСЕ. Как в США относятся к таким призывам и может ли быть это реализовано? Ну то, что мы видим в ОБСЕ, это то, что 55 государственных членов ОБСЕ в полной решимости продолжают свою работу, чтобы защищать международные принципы и права человека. Действительно, там 57 государственных членов ОБСЕ. Беларусь и Россия, они изолированные, потому что они не только показывают агрессию против Украины, Беларусь дает России возможность использовать свою территорию. И после вторжения России в Украину просто очень сложно работать с Россией в разных формах, включая ОБСЕ, где все время Россия голосует против действия ОБСЕ. Но ОБСЕ продолжает свою работу и опять почти все страны ОБСЕ готовы продолжать вот это важное поддерживание демократической принципы права человека и очень важные международные инициативы. Андрея, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе сделал ряд заявлений. Он сказал, что сейчас США выступают против переговоров Украины и России, а министр обороны Беларуси накануне заявил, что страны Запада рассматривают Минск как потенциальную цель. Скажите, пожалуйста, как в США сейчас относятся к заявлениям и угрозам таким со стороны Беларуси, и которая, по сути, как вы правильно уже сказали, активно и даже открыто помогает России в этой войне против Украины? Ну, мы слышим много заявлений, и, честно говоря, то, что нам нужно видеть, это действие, нам нужно видеть, чтобы Россия готова вывести войска из Украины. Это очень легко. Путин может решить сегодня положить конец этой войне, вывести войска и сидеть за столом переговоров. Но мы это не видим со стороны России и со стороны Беларуси. Мы просто только видим, что они продолжают дать России возможности использовать свою территорию. Ну, Запад единый. Запад единый в Букаресте, были едины в Букаресте, где министры иностранных дел НАТО встречались. Они едины в Польше сегодня, завтра, сегодня и вчера. И они едины в Европейском Союзе и на разных форумах. Так что мы будем продолжать, по этой движении мы будем продолжать поддерживать Украину, потому что другого выбора просто нет. Да. И стоит дополнить, что накануне Джо Байден заявил также, что он и президент Франции Мануэль Макрон решили, что будут продолжать совместную работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия и смягчить глобальные последствия путинской войны для остального мира. Скажите, пожалуйста, Андрея, а будет ли президент Лукашенко отвечать за соучастие в этой войне? Ну, уже существуют санкции на Лукашенко. И мы рассматриваем все возможности вложить санкции и принимать другие меры против всех, которые помогают Россию продолжать свою войну, свою агрессию против Украины. Так что любая страна, любой человек, любой бизнес, который помогает России совершить такие акты против мирных жителей Украины, будут чувствовать последствия. Андрея, в Генеральном штабе Украины заявляют и не устают повторять сейчас, что на данный момент никуда не исчезла угроза ракетного обстрела со стороны России. Скажите, пожалуйста, как сейчас США оценивают положение дел в Кремле и что думают о такой стратегии Путина запугать и заморозить украинцев ударами ракет по энергетическим объектам? Ну, смотрите, Путин видит, что он не может выиграть на поле боя. Украинские военные силы показывали, что они очень сильные, они очень опытные, они очень храбрые, и они видят успехи в контрнаступлении. Так что вот из-за этого Путин выбрал нанести ракетные удары и использовать зима в качестве оружия. Но он не может сломать волю украинцев, и он не может сломать решимости Запада продолжать нашу помощь. Так что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить эффект этих ударов, и будем продолжать помочь Украине, чтобы положить конец войне. Андрея, спасибо вам большое за эту помощь, и спасибо вам большое за этот разговор и комментарий. Андрея Каллан, представитель госдепартамента США, была с нами в прямом эфире Freedom. До свидания.